Безопасность окружающей среды обсудили в Аннабарском районе в селе Соцкалах. Прошел круглый стол в рамках экологического форума Эко Арктика 2017. Его посвятили году экологии в России. Подробности в материале наших корреспондентов. Актуальность круглого стола на тему вопроса традиционного природопользования в рамках экономического развития Арктического региона обусловлена необходимостью поиска перспектив устойчивого развития Арктического региона. Участник отмечает, что массовое промышленное освоение территории Арктики сопровождается изменением почвенно-растительного слоя, перемещением торфов и песков в бассейнах рек, водоемов, загрязнением окружающей среды, а также прочими аспектами нефтяной промышленности, приводящего к дисбалансу равновесия экосистемы в целом. Вопрос стоит остро по оленеводству, по рыболовству. В нашей программе присмотрены средства в части реализации данных мероприятий. И проведение таких круглых столов непосредственно оказывает стимул для работников, которые непосредственно занимаются в данной отрасли. В целях сохранения традиции, быта, культуры и экологии для будущего поколения коренных малочисленных народов Севера необходимо создание на территориях Арктических промышленных районов химико-биологической лаборатории для изучения комплекса факторов, влияющих на состояние компонентов природной среды. Выступили докладчики не только со стороны группы компаний «Роснефть», но и представителей научных учреждений Республики Саха-Якутия, ну и собственно государственных властей. Сегодня мы подписали якутским неисельского хозяйства соглашение о разработке новой инновационной методики изгородного сезонного содержания домашнего оленеводства на примере Аннабарского улуса. Освоение территории промышленными компаниями, безусловно, дает перспективу Арктике, дополнительные доходы, рабочие места, но в то же время требует особого контрольного введения со стороны правительства Республики и районов. Гудей Андросова, Василий Николаев, НВК Саха, Аннабар. Продолжение следует...